Всем добрый вечер еще раз! Рад вас приветствовать на нашем семинаре учебного центра специалист. Зовут меня Бойцов Петр. Сегодня в течение полутора часов мы с вами будем общаться, будем вам что-то интересное рассказывать, показывать. С кем-то уже больше чем полтора часа. Что у нас сегодня за тема? Очень интересная тема, посвященная продуктам лаборатории Касперского, а именно их флагманскому средству по централизованному администрированию, контролю сети и обслуживанию ваших клиентских компьютеров с точки зрения безопасности, с одной стороны, а с другой стороны, с точки зрения, конечно, систем централизованного администрирования. Они вообще решили занять интересную нишу с точки зрения продуктов, как вендора по стиму администрированию. Как вы видите, у нас вторая часть. Значит, была до этого первая часть. Немножко я вам напомню, что было в первой части. Также вы можете зайти на сайт, найти ее в записи, она доступна в интернете, это не проблема, и вспомнить, что там было. Конечно, нужно начинать с нее, если кто не знаком с спецификой такого продукта, как Касперский секьюрити-центр. Пару слов про себя расскажу, про наш учебный центр. Я являюсь ведущим преподавателем учебного центра специалиста, зовут меня Бальцов Петер. Еще раз, у меня достаточно широкая квалификация и занимаюсь двумя направлениями. Это информационная безопасность и администрирование. Много-много различных сертификаций у меня, на многих конференциях я выступаю. Даже если зайти в Google, набрать мою фамилию, наберу, чтобы не набрать Бальцов Петр Николаевич. Вот здесь свечусь первым. Есть какой-то архитектор, видимо, уже посмертно, но я пока еще живой. Но первым свечусь. Пойдете на наш сайт, посмотрите на меня, почитаете, кому интересно, фотографии какие-то. Сертификатов много тут еще не все, профессиональные. Здесь интересную информацию можете подчеркнуть. Плюс также можно зайти на вкладочку видео и посмотреть первую часть про информационную безопасность. Ссылочка также у нас есть у специалисты канала на YouTube, специалист ТВ. Там ведь есть другие мои доклады, посвященные различным тематикам, в том числе и безопасности. Такой интересный продукт также был. Есть SecretNet, там тоже про него есть интересная запись, что это такое, как с ним работать. Должны были выложить, недавно буквально был семинар по этому продукту, я вот рассказывал. Ну и есть, конечно, у нас авторизованные курсы в нашем учебном центре, которые тоже можно записаться и прийти посмотреть. Как я вам буду рассказывать и как вообще я что-то доношу в ваших умных голов и туда информацию вкладываю. Я, поскольку мы занимаемся по вебинару, буду, естественно, что-то вам рисовать, показывать какие-то слайды прямо на экране. И также невозможно в хорошее выступление без какой-то демонстрации подготовил стенд, какой-то план нарисовал, сейчас про него расскажу. Что-то вам практическое также покажу, познакомлю не только с какими-то слайдами, с какими-то рисуночками в контексте взаимодействия систем. Ну, всегда пытаюсь рассказать, как нужно сделать, внедрить что-то на практике, какие-то практические советы. Когда я участвовал в проектах, как нам обращались в техподдержку, вы можете почитать, что я в техподдержке работал, руководителем было направление. Это все понятно. Самое главное, что внимательно слушаем, также можем задавать вопросы. Обычно у нас в конце серия вопросов, поскольку у нас и очные есть слушатели, можно попытаться сразу же задать, на них отвечать, чтобы мы далеко не уходили от той темы, которую обсуждали. Рассказываем теорию, что-то рисуем по аспектам взаимодействия и показываем какую-то демонстрацию работы с продуктом. На кусок еще лабораторные есть, сами делаете, но здесь лабораторные. Познакомлюсь со стендом и что-то расскажу. Ну и первое. О чем будем говорить в целом? Поскольку часть вторая, она посвящена Enterprise-сегменту, контексте работы с продуктами лаборатории Каспельска. В данном случае мы будем говорить про систему управления. Как мониторить, как бороться с трафиком. Начнем, естественно, с обзора проблем управления Enterprise-сегментом. Enterprise-сегмент – это всегда филиалы какие-то. Возможно, они могут быть распределенные в каких-то частях нашей страны, или даже не нашей страны, где могут быть проблемы с каналами связи. Поговорим, что здесь особенного, на что обращать внимание, и что есть в продуктах лаборатории Каспельска, что позволяет как раз эти проблемы помочь вам решить как специалистам. Из этих проблем есть несколько компонентов в системе, которые могут их решать. Опять же, их много, все, наверное, не успеем просмотреть, но самое главное, то, с чем обычно сталкиваются специалисты, и возникает много вопросов и на форумах лаборатории Каспельска, и на форумах в интернете, особенно есть некие аспекты, которые даже не очень раскрыты в документации, я постараюсь вам их оговорить, что-то дополнительно вам раскрыть о особенностях взаимодействия систем продуктов лаборатории Каспельска. Ну и демонстрации, конфигурации системы в распределенной сети посмотрим. Ну такой план. Первое, что мы с вами понимаем, что любая организация, даже если это небольшая организация, у него наверняка есть филиал. В любой организации, даже в крайне маленькой, есть всегда мобильные пользователи, которые хотят с ноутбуками, ездить к клиентам, работать из дома. Мы не говорим про мобильные устройства, это вообще отдельная часть, отдельная тема, у нас практически тоже есть свои продукты, свои решения по защите мобильных устройств. Мы просто говорим сейчас про стационарный компьютер, либо ноутбук. Ну и даже от маленькой организации есть мобильные пользователи. Особенно возникает большая проблема, когда есть филиалы. И с требованиями коммуникации между этими филиалами. И тут самые три главные проблемы, вот я их выписал. Первое, это естественно скорость взаимодействия. Сейчас без информационной системы невозможно, нужны каналы связи, нужен доступ. При этом сейчас такие приложения и такой объем данных передается, что вот этот скоростной показатель, он должен быть колоссальным. И в некоторых случаях невозможно сделать, приобрести в том или ином месте, где этот филиал расположен, хороший канал связи. Это первая проблема, скоростные показатели. Вторая проблема, это безопасность этих каналов связи и взаимодействия. Я неоднократно заострял внимание на том, что есть у нас система управления, Касперский секьюрити-центр. Он управляет нашими компьютерами, позволяет централизованно собирать информацию, видеть конфигурацию защиты, все это централизованно хранить и обрабатывать. В том числе, вот этот вот наш секьюрити-центр, давайте я вам нарисую. Наш сервер администрирования. Помимо того, что он может собирать все с клиентских компьютеров, он также полностью не управляет, то есть он может выполнить любое действие на управляемом компьютере, который подчинен этому серверу администрированию. Тем самым возникает вопрос, а что будет, если этот сервер будет доступен нелегитимному пользователю, хакеру, да, можно так сказать. Будет колоссальная катастрофа, потому что сразу же он получит доступ ко всем компьютерам, которые подключены к этому серверу администрированию. Ну и, опять же, тоже возникает вопрос безопасности, связанный с коммуникацией между компьютерами и этим сервером безопасности. Опять же, никто не исключает атаки, связанные с тем, что вот эти вот управляющие команды от сервера будут по дороге. А представляем, да, распределенная сеть, филиал, канал связи через интернет, бог знает, кто на этом канале сидит, и бог знает, что он делает с вашими данными и какой в итоге преобразованный сигнал вот здесь, когда зло вывышение в середину. Ну, да, опять же, это вопрос о безопасности. Должен быть защищенный канал, должен быть защищенная коммуникация между сервером и клиентом. Все это должно контролироваться. Опять же, это те проблемы, которые нужно решать. Мы, может, и безрекленно сделаем. Но тогда, опять же, вот эта проблема, которую мы решаем с вами, когда проектируем систему. Это вопросы безопасности. Их очень много, они, к сожалению, непростые, но их тоже нужно решать. И третья часть, самые основные только выписаны, на самом деле проблем больше. Самые глобальные, которые перед инженером и руководством. Третье – это вопрос руководства, который всегда клюет нас и говорит, а сколько это будет стоить? А что, даже более того, когда мы говорим про безопасность, тут даже не та проблема, сколько это будет стоить, а проблема в том, что начальник задает вопрос, а что мы от этого получим? Когда мы говорим, что будет система безопасной, мы ничего не получаем. Это какой-то воздух, за который мы платим огромные деньги, мы просто получаем, возможно, спокойный сон, что мы думаем, что нас никто не взломает. Ну, мы понимаем, что когда мы ставим, допустим, приложение 1С, то это приложение дает возможность одному бухгалтеру обслуживать там и выдавать зарплату образно с 10 тысяч сотрудникам, без проблем, если там зарплатную часть ставим какую-то. Мы можем взять 100 бухгалтеров, на этом счет они тоже посчитают, но мне нужно платить зарплату 100 бухгалтеров. Мы можем четко посчитать, сколько мы получим прибыли от этого. Когда мы внедряем антивирус, мы не можем посчитать, никакой прибыли он не даст, он даст только проблему в том, что клиенты будут жаловаться, сотрудники медленно работают, тормозит, мигает и так далее. Безопасность, она, к сожалению, такая воздушная и тяжело иногда убедить, что эта система нужна. Поэтому вся эта система должна быть высокопроизводительной, безопасной и еще и из-за маленьких денег. Минимальные затраты. Тоже важные аспекты, которые нужно решить. А теперь представьте, вы уговорили руководителей, что антивирус нужен, везде ставим филиалы, будем централизованно управлять, все будет хорошо, филиалов много. И вы настроили, и были какие-то каналы связи, которыми вы пользуетесь. Эти каналы связи покупаются зачем? Чтобы вот эти сотрудники, наши менеджеры, или там какой-то производственный отдел, они работают с приложениями, с данными для того, чтобы приносить прибыль организации. А вот тут вы поставили антивирус, они до этого более-менее хорошо работали, данные из главного офиса серверов, нормально качали, а тут поставили везде антивирус, и эти каналы связи стали бесполезными, потому что он обновлениями, там, и с трафиком каким-то своим внутренним, их стал активно использовать, и работать стало невозможно. То есть еще и мешаем другим при этом работать. Для того, чтобы этого не случалось, мы с вами здесь собрались рассмотреть те средства, которые есть в антивирусе, для того, чтобы бороться с распределенной сети, возможно, и не распределенной, даже когда большой сегмент, там, 10 тысяч компьютеров, там тоже могут возникать проблемы, даже гигабитные карточки могут как-то на некоторых данных некорректно обрабатывать, им не хватает пропускной способности. Чтобы бороться с скоростными показателями, минимизировать как раз нагрузку на каналы связи. Основная часть. В предыдущей части мы говорили вообще про секьюрити-центр, как он работает, как клиенты связываются, как они синхронизируются, как его установить, как удаленно установить защиту. То есть это была тема предыдущего семинара. В этом семинаре мы говорим такие расширенные вещи. Что конкретно? В секьюрити-центре я расскажу вам про управление трафиком, расскажу про очень такую интересную вещь, о которой люди приходят на курсы и даже не знают, что есть шире засоединения, агенты обновления, которые помогают нам связаться с сервером и опять же минимизировать нагрузки на каналы связи. Ну и последняя часть, если успеем, это когда у нас будет вообще сложная структура и несколько серверов администрирования будут взаимодействовать. Ну и первое. Для того, чтобы минимизировать трафик, мы должны понимать, какой он есть. И очень важно, вы должны понимать, кто его инициатор. Такой красивый слайдик, который описывает, какие источники трафика от сервера к клиентам. То есть это ваш сервер, который стоит обычно в главном офисе. Редко кто в небольших филиалах ставит отдельные сервера, хотя такое тоже бывает. и много-много филиалов. Там много компьютеров и бегает трафик и от сервера к клиентам, и отдельно от клиентов к серверу. Вот этот слайд нам показывает, что бегает от сервера к клиентам. Бегает много чего. Это задачи. Это какие-то вопросы, связанные с обновлением программ, с обновлением, в том числе и антивируса. Это изменение конфигурации. Часть из этих данных, то есть какие-то институционные пакеты, какие-то настройки, какие-то точечные управляющие команды, они тоже здесь описаны, то есть показать сообщения, запустить какую-то задачу, остановить задачу. Их могут, они могут быть в большом количестве, их делят на две части. Те, которые могут привести еще к пиковой, единовременной нагрузке на ваши каналы связи, ну и те, которые распределены во временной и не могут вызвать пиковой нагрузки. Представьте, вроде бы есть управляющая команда. Сам пакет, который несет, он минимального размера, то есть там какие-то килобайты. Но представьте, что эта команда одновременно должна выполниться на 100 тысяч компьютеров в больших сетях. И... Канал позволит. А может ли одновременно сервер установить такое количество сессий? Не может. 65 536 выделено под номера портов, при этом опять же клиентских намного меньше, и нам больше, поверьте, там 20 тысяч он сделать не сможет. Нет, есть порт, который входящий, а все равно клиентский порт тоже назначается. Нужно еще понимать, как работает сеть и модель оси. Такое тоже бывает. И тогда даже бывают такие колоссальные интересные ситуации, когда ставят сеть администрирование на клиентскую операционную систему, которая вообще больше 15 сессий входящих не держит, просто больше 16 уже не подключает. Тогда вообще обрывы, постоянные проблемы, ошибки вываливаются. Это тоже нужно иметь в виду. И также нужно понимать, что есть пиковая нагрузка. То есть одновременно что-то запускается на тысячах компьютеров. Тоже с этим нужно как-то бороться, тоже есть инструмент. То есть тоже можно делить. Эти пиковые вызывают, эти распределены во времени, и пиковые вызывать не могут. С ними поменьше внимания не уделяем. Также вообще отдельно стоит трафик от облака. Касперский security network, многие компоненты антивирусной защиты используют облачный сервис, обращаются за актуальной информацией о угрозах, категориях различных файлов, о подозрительных сайтах. Это идет в интернет. И в большинстве случаев, поскольку это безопасность, с ним что-то сделать, все равно будет идти запрос. Там есть прокси-сервер KSN, который облегчает жизнь и кэширует эту информацию. Но в целом повлиять на этот трафик какими-то базовыми правилами тяжело. Но можно. Хотя запросов там по сути не так много. Смотрите. Дальше идет информация о том, что от клиентов к серверу передается. У клиентов много чего происходит постоянно. Есть различные события о выполнении задач, о обнаружении вредоносных угроз, о передаче информации в хранилище, о том, что установлено. Этих данных достаточно много. Единственное, самое приятное из этого, что эта передача происходит интервально. По умолчанию это передается, основная информация из этого перечисленного списка, она передается раз в 15 минут в момент плановой синхронизации. В принципе, связь всегда работает со стороны, напомню вам, клиентов. Вот есть клиент, на нем работает агент администрирования. Этот код отвечает за синхронизацию сервера. И сервер, он никогда напрямую руки в клиентский компьютер не запускает. Хорошее приложение, а не клиент сервера. То есть клиент приходит к серверу и в рамках вот этой сессии, которая со стороны клиента от агента администрирования на порт TCP 13000 по умолчанию ставится, она SSL наешифрованная. В рамках уже этой сессии сервер передает нужную информацию. И по умолчанию вот эта синхронизация от агента идет раз в 15 минут. По такому принципу. И вот эти основные данные, которые на клиенте генерируются антивирусом, агентом администрирования, они передаются вот интервально раз в 15 минут. При этом смотрите, когда у вас тысяча компьютеров, это время начинает отсчитываться, когда запускается служба агента на клиенте. Она одновременно на всех не запускается, поэтому вот пиковые нагрузки, вот эта плановая синхронизация обычно не вызывает. Но есть форсированная синхронизация. Когда вы что-то делаете на сервере, вы создаете политику, которая должна внести изменения в конфигурацию на тысячи клиентских компьютеров. Когда вы ее применяете, то поскольку вы как администратор это сделали, это важное действие, это что-то должно сразу же попасть на вот эти тысячи компьютеров. В данном случае отрабатывает немножко другой механизм форсированной синхронизации. Сервер администрирования шлет специальный пакет на те компьютеры, где должно внестись это изменение. пакет шлется на порт UDP 15000. Агент администрирования на клиенте, когда запускается, он открывает этот порт и слушает, ждет, что к нему туда прилетит специальный пакетик управляющий от сервера. Если он прилетает сюда к агенту, этот пакетик, то агент администрирования на клиенте понимает, что на сервере произошло что-то очень важное, что что-то изменилось. И в этот момент времени, как получает пакет, устанавливает вот эту TCP-сессию 13000 SSM, чтобы получить эту информацию. Но всегда клиент это делает. Сервер напрямую только может этот пакетик маленький послать. Но если вы что-то сделали, это что-то на сервере может привести к тому, что одновременно вот эти компьютеры, которые получили этот сигнал, придут и установят сессию. неожиданно вопрос. Да. То есть будет получать оперирование в TCP-пакете? Нет, это пакет, нет, в рамках TCP-сессии она потом TCP-пакета будет. Ну и на сессию установил клиент. А так да, да. А так в контексте применения политик, задач, каких-то базовых настроек это только сигнал форсированной синхронизации. либо если вдруг этот сигнал не дошел и UTP-он может потеряться, то тогда что? Ну, замораться нет. Нет, ничего не отцовывает. Ну, ладно. Тогда просто этот клиентский компьютер, который не получил этот сигнал, он потом по расписанию придет, там через сколько-то минут, сколько ему до 15 осталось, и получится по зданию эту конфигурацию, эти какие-то действия, которые нужны. Так происходит. Сервер имеет очень много функций, мы говорим про системное администрирование, он умеет и образа захватывать, и контролировать сеть, он может делать колоссальные действия, поэтому он может идти CP-сессия. Он умеет сканировать Вайршарк, да? Сеть сканировать? Да, он умеет сделать примерно такой. Ну, Вайршарк, он захватывает пакеты, да? Ну, смотрите, там есть фаервол, в антивирусе. Он показывает какие сессии, их анализирует, есть там отдельные фильтры, но сохранить этот дамп он не может. Нету там такой механизмы. нету. Но показать что-то потом что-то важное в контексте каких-то сетевых атак, он вам пишет в отчеты события, это есть, но дамп, как Вайршаркин, нет. Немножко мы поговорили, вспомнили про архитектуру, опять же, почему вспомнили, подробно на предыдущем семинаре, и вы должны понимать, что по-хорошему изначально нужно бороться, конечно, с пиковой нагрузкой и смотреть, что из них может вызвать эту пиковую нагрузку и как-то стараться это минимизировать. Опять же, в том случае, если есть проблемы с каналами связи, с производительностью, но опять же, это нужно как-то проанализировать, просчитать. Здесь информация о размере пакетов и обновлений сам агент администрирования крайне маленький, если вы удаленную установку выполняете, сейчас чуть побольше он стал, чуть устаревшая информация, порядка 20 мегабайт, сам антивирус без баз, обратите внимание, около 300 мегабайт, с базами он до 800 мегабайт растет. Само ядро маленькое, а база огромная. Сколько она у нас нет? Ну, где-то около 800 мегабайт. Сейчас посмотрим свойства. Плюс потом еще первое обновление, тоже большое. И если вы пытаетесь установить в офис удаленный антивирус по сети, то имейте ввиду, что вам нужно прокачать на каждый компьютер порядка 800 мегабайт. Это антивирус. То есть установка требует отдельного планирования. И плюс обновления регулярные. Раз сейчас выпускаются примерно по 1 мегабайт. То есть в день 24 мегабайта. В принципе не так много, но в целом если у вас другие продукты и пользователи работают, современными каналами наверное не проблема. Но опять же тоже можно бороться с этим, чтобы не на каждый компьютер в филиале 1000 компьютеров прокачивать по 24 мегабайта, особенно когда за трафик платят, скачать на 1, а с него распространить как такой самый простой вариант действий намного приятнее. Теперь что касается проблем мы описали теперь как устранять. первое что предлагает вам система это правила ограничения трафика. Правила ограничения трафика задаются на самом сервере на сервере администрирования. Сейчас покажу где это задается и что там можно указать. Чтобы было веселее давайте сразу же перейду к стенду. наверно многие из вас обратили внимание буквально полтора месяца назад вышла новая версия у меня есть четыре виртуальные машинки и один из них сервера и поставил я самую последнюю версию как видите очень сильно изменился интерфейс ничего они в контексте изменений местоположения настроек в принципе не поменяли глобально все там и осталось просто поменяли немножко вид тип значочков ну и немножко действительно пару галочек перенесли в другое место плюс внесли новый функционал исправили какие-то ошибки в целом не пугайтесь кто еще не успел смигрировать все останется на прежних местах и переучиваться скорее всего не придется если вы до этого администрировали предыдущие версии что мы хотим сделать хотим посмотреть правила ограничения трафика вот наш сервер администрирования его консоль управления как я сказал правила ограничения трафика это настройки сервера администрирования поэтому нужно заходить в настройки самого сервера правой кнопкой свойства и вкладочка трафик задаете правила ограничения трафика при этом смотрите насколько оно гибкое оно задает правила ограничения трафика трафика в обоих направлениях то есть не только от сервера к клиентам но и также от клиента к серверу но задается для IP диапазонов IP адресов то есть вот ваш главный филиал там тысячи компьютеров и есть какие-то филиальчики и вы задаете можете задать много правил ограничения трафика для отдельно каждой подсети ваших филиалов достаточно удобное средство и когда вы нажимаете кнопочку добавить вы можете задать либо диапазон IP адресов либо подсети через маску говорим пусть будет где-нибудь подсеть в филиале 10 10 00 с маской такой надо поставить и вы указываете промежуток времени в котором нужно ограничить пропускную способность вот соответствующим числом в килобитах секунд в 3000 он молчание предлагает 24 часа в сутки опять же пиковая нагрузка она днем когда люди работают с 10 до 6 рабочий день допустим после 6 наверное уже пусть нормально качает информацию он занижать скорость не будет учитывается трафик в обоих направлениях тут же есть ограничение что трафик облака КСН не попадает под эти правила он здесь не будет зарезать эту скорость опять же со всеми узлами со всей этой подсетью такая скорость не с одним с каждым хостом а со всей подсети и есть такая некая реверсная галочка которая говорит вот в это время пусть будет с 10 до 21 до 20.00 такая скорость а в остальное время вот такая скорость вот вот такое правило для этой подсети мы создали больше никакие действия не нужно теперь если идет взаимодействие с этой подсетью оно будет ограничено по вкусной способности вот в этом интервале несложная приятная настроечка которая позволит вам не выходить данным продуктом за какие-то рамки которые вам выделит стиле инженера чтобы поделить ровно на все сервисы ваш канал вот это первое вторая возможность это указать расписание соединения сервера мы с вами сказали что соединение идет со стороны клиентских компьютеров через агентов они по умолчанию раз в 15 минут приходят но есть отдельные настройки по указанию а когда именно конкретно ты будешь приходить синхронизироваться единственное реальное сценарии когда это может использоваться когда есть несколько филиалов главный и вот так вот все и побочные это указание допустим допустим что вот этот первый филиал ты приходи в четные часы синхронизируйся а второе в нечетные исключительно так можно бороться с проблемами повышенной нагрузки на каналы связи и скоростные параметры настройка это уже непосредственно агентов на клиентских компьютерах не сервера а это галочки и те параметры они передаются клиентам и уже клиент в указанной промежутке просто не будет выходить на синхронизацию поэтому если зная что это за настройка со стороны клиента идем в управляемые компьютеры идем в политики и в политиках агента администрирования как раз есть сеть и вот менеджер соединений вы здесь указываете в какой день недели с какой начала и с какой длительностью не будет синхронизация со стороны клиентов вот такая логика работает они не будут выходить на связь и даже вот этой плановой синхронизации не будет вот какая логика никогда не видел чтобы это использовали если честно но есть такая настройка в старых версиях возможно использовали а в новых такого не используют дальше следующие три компонента параметры синхронизации на ней остановлюсь поподробнее это как раз таки возможность изменения вот этой вот промежутка синхронизации раз в 15 минут если очень большая сеть даже локальная и когда количество этих сессий большое а плюс там еще SSL соединение синхронизирует безопасность оно требует нагрузки и на сервер и на сеть и на аппаратную характеристику в том числе сервера кстати иногда такими способами даже снижает аппаратную нагрузку на сервер меньше задействован дисковая подсистема поскольку эти сессии тоже требуют каких-то ресурсов сервер слабенький это тоже требуется то есть увеличивают интервал плановой синхронизации в принципе сильно это не повлияет на безопасность просто он будет реже передавать информацию выходить на синхронизацию но если вы форсированную синхронизацию не отключаете я тоже можно отключить это следующий пункт то то что вы вносите изменения на сервере сразу же придается к лению здесь вы в этом не теряете в контексте управления да ну давайте тоже сразу же покажу нет вопросов пока идем на сервер идем в талочку брать в настройки сети и вот как раз период синхронизации раз в 15 минут есть даже некая рекомендация на сайте Бартури Касперского если у вас больше 5000 компьютеров в сегменте в каком-то который к вашему серверу подключается вот этот интервал увеличивать сделайте там больше уже не справляется сервер с базой конфигурации и есть волшебная галочка никто не знает что это за галочка но я вам расскажу использовать UDP порт 15000 наверняка вы уже догадывались что я вам сказал что по UDP 15000 передается опять же непонятно почему со стороны клиента настройка хотя клиенту тоже нужно это передать а эта галочка даже вот если зайти в справку сюда вот справку жать открывайся написано описание справки смотрите в поле можно ввести номер UDP порта по умолчанию используют за 15000 зачем он там используется что это за номер никто не знает еще раз повторяю что это такое за страшный зверь это порт для форсированной синхронизации со стороны сервера если что-то здесь вы изменили важное сервер посылает как раз на UDP 15000 клиентам специальный пакет который говорит что срочно прибегайте синхронизироваться но уже по TCP своему порту если он у вас используется то при изменении которое затратит большое количество компьютеров вы получите пиковую на русском очень серьезно иногда его отключают тогда эти изменения придут после плановой синхронизации вы теряете в скажем быстродействию какой-то реакции на вирусную атаку что вы быстро планово не можете внести изменения в конфигурацию антивирусной защиты придется ждать пока клиенты сами придут минимум 15 это это тоже важная галочка теперь знаете где она находится дальше можно отключить не информативную какие-то данные которые будут приходить от клиентов у них много событий происходит на компьютерах и эти события также по сети попадают в базу данных на сервере они не всегда нужны поэтому их часто просто отключают и они снимают нагрузку в том числе и на сети в разных местах можно отключать что разные типы событий во-первых можно зайти в настройки агента администрирования и не передавать информацию о установленных программах на клиенте о обновлениях о уязвимости то есть снимаем нагрузку опять же по сети передается также есть настройки политики антивируса здесь уже наверное поинтереснее есть отчеты хранилища есть галочка информировать сервер о запускаемых программах даже по умолчанию убрали программ много запускается события передаются трафик достаточно большой поэтому отключили о файлах на карантине на зерном хранилище тоже можно отключать также есть параметры оповещения о событиях вот здесь их очень много событий есть информационные то есть объект там создана резервная копия объекта в котором был обнаружен введеносный код он создает резервную копию зачем нам это событие я и так понимаю что вот объект заражен значит создана резервная копия скорее всего так я его могу не передавать захожу говорю на сервер не передавай не хранить значит не будет это событие мне показано и не будет сеть на душу таких событий много можно поконфигурировать это то что есть базовое и то что несложно в контексте понимания работы архитектуры теперь к тяжелой артиллерии да да наскольку я помню через кссм можно проверять компьютер то есть кс компьютер ну то есть принудительно запустить задачу да конечно вот если это сделать скажем 100 насколько он справится с этой задачей то есть нормально бывает такое что он не ну он же передает только сигнал запусти задачу его же выполняет уже антивирус локально ну либо может быть задача не поиска допустим вирусов а какая-то задача допустим установки опять же там в зависимости от метода этой установки может передаваться дистрибутив составы сервера как это все так же шлет сигнал на UDP 15000 если это обычная задача тот приходит инфекцировать вот тебе задача запускай он себе ее скопировал внес конфигурацию запустил да если эта задача она у него хранится конечно ну и периодически в процессе выполнения он шлет события что вот я то-то сделал то-то в зависимости от задач там разные есть этапы он будет посылать информацию на сервер что вот она на таком-то этапе мы же это периодически со стороны клиента приходит да свойства задач да конечно есть задача допустим задача установки здесь написано она завершена на трех компьютерах и если она где-то неуспешно завершилась тут бы написали она не завершена либо выполняется здесь смотрим результаты просмотр результатов открывается отдельное окошко говорит вот на таком компьютере сейчас выбран DC я в такое-то время ожидаю выполнения в такое-то время выполняюсь работаю вот то-то 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 делаю а на этом компьютере на этом вот тут что-то еще появилось тут два раза запускали мне уже не нужно я уже установлю видите два раза запустили все это сохраняется опять же в процессе выполнения клиент информирует вот я на таком этапе поступил вопрос как сделать подчиненный сервер подчиненный сервер делается не так сложно как хотелось бы нужно зайти в вид настройку интерфейса по умолчанию вы не видите подчиненный сервер администрирования то есть идея какая вопрос смотрите есть главный офис у него есть филиалы и в филиале стоит свой сервер который локально управляет всеми компьютеры и события и идут на этот локальный сервер но там нету обычных инженеров которые хорошо обслуживают либо мы хотим из главного офиса глобальные какие-то настройки очень важные для нас и это настройки антивируса и это также настройки могут быть задач поиска вируса либо какие-то задачи по системному администрированию по управлению чтобы они приходили с главного офиса с главного вышестоящего сервера чтобы было подчинение то есть иерархия серверов администрирования такое возможно сделать иерархия может одноуровневая многоуровневая быть в принципе это делать несложно но по умолчанию вы их не видите поскольку они от вас скрыты не всем нужно идем настройки интерфейса отображать подчиненные сервера администрирования вам нужно интерфейс перезапустить говорим отключиться Подключиться к серверу и обратите внимание, в каждой подгруппе управляемых компьютеров у вас появилась дополнительно группа настроек, связанная с серверами администрирования. И вот здесь вы как раз таки добавить либо подчиненный, либо виртуальный сервер администрирования. Здесь вы добавляете подчиненный сервер, указываете какое будет его имя, как к ним подключаться, оттуда берете его сертификат, и здесь он появляется, и теперь становится подчиненным, вы им полностью управляете через вышестоящий сервер. Виртуальный? Это будет еще один сервер администрирования, но не отдельно стоящий физически, а здесь внутри изолированной программы. Виртуализация. Тоже давно есть, отдельный курс, поэтому даже есть отдельная лицензия на виртуальные серверы администрирования. С подчиненным не так сложно его добавить. Ну у меня второго нет сервера, поэтому показать до конца не смогу. И перешли мы с вами уже к тяжелой артиллерии. И все вот эти меры, которые мы до этого рассмотрели, посвященные правилам ограничения трафика, отключения пересылки событий, они иногда не могут нам помочь исправить ситуацию. Поскольку, как бы нам не хотелось, что бы мы ни делали, но, давайте внимательно посмотрим на фотографию, на картиночку на эту. Есть филиал, там есть какое-то количество компьютеров, еще дорисую. Они все равно должны прокачать это количество обновлений и передать на сервер то количество информации, которая у них накопилась. Если их здесь 100 тысяч, то в принципе иногда в некоторых каналах связи они физически просто не могут это сделать за то время, которое им на это выделяется. Просто не могут. А еще и другим сервисам, телефонии нужно тоже через этот медленный иногда канал связи работать. Как тогда выходить из положения? Для этого придуманы специализированные, первое, с чем нужно бороться, с самым большим количеством трафика, это обновления. В нашем случае, 24 мегабайта в день на каждый компьютер, умножайте на тысячу, получается уже большое число. И его нужно постоянно обновлять. Это использовать агент обновлений. Что это такое? Это некий посредник, какой-то компьютер, который стоит обычно там в филиале. И при обновлении вот эти клиентские компьютеры, они бегут не на сервер, на ваш главный, который в главном центральном офисе стоит и через медленный канал связи качают, а обращаются за этими обновлениями к этому посреднику, который в локальной сети их раздает. Кто не знает о агентах обновлений, они использовали другой способ, чтобы прокачать эти обновления. Они просто брали, копировали папку и настраивали на клиентских компьютерных филиалов задачу обновлений из папки в топ-филиалов. Такое тоже делали, но это некое средство от незнания того, что есть специальное решение, которое автоматизирует весь этот процесс. При этом, смотрите, агент обновления задается для группы. Так, по умолчанию так было придумано. Сейчас немножко поменяли. Расскажу в последней версии, много очень изменений с этим связанных. Но можно задавать для группы. Когда вы это делаете, делайте это на сервере, на секьюрити-центре. Опять же, не смотрите, что он там в DMZ стоит, неважно, где он стоит, это в более сложных системах для безопасности в DMZ бывает стоит. Сейчас есть более правильное решение. Сюда ставят вообще не центр администрирования, а ставят шлюз посредник. Тоже такая штука есть. Пока это нам не важно, нам важно понять, что с филиалей происходит. Когда вы здесь назначаете, что вот для этой группы, в которой у нас там тысяча компьютеров, есть агент обновлений, то эта информация в процессе синхронизации передается на эти компьютеры. Всем она передается. И всем им указывается, что, уважаемые клиентские компьютеры, у вас есть агент обновлений. Если вы вдруг хотите обновлять первое, базу антивирусную. И второе очень важное, если вы хотите какие-то инсталляционные пакеты, то есть в рамках задачи, установки, которые на вас действуют, брать, то берите их, пожалуйста, вот у этого товарища. И также очень многое происходит на этом товарище, на агенте обновлений. То есть у него должны быть эти дистрибутивы и эти обновления. Когда вы его таковым назначаете, первое требование, которое нужно, чтобы он функционировал, это обычный ваш компьютер, где должен стоять агент администрирования Касперска. Больше ничего. И он должен быть управляемый вашим сервером. Ну, этот агент администрирования, этот маленький таблицик, 20 мегабайт, который как раз связывается, синхронизирует сервер. И этого достаточно. Все, что будет в контексте инсталляционных пакетов, а и обновлений. И очень важно обратить внимание на запись, что теперь Касперский может обновлять не только антивирус. Он может обновлять и компоненты операционной системы, и сторонние приложения, а это уже гигабайты данных. Если, опять же, каждый компьютер будет это качать с главного сервера, то, как вы понимаете, эти гигабайты придется прокачивать через медленный канал связи. Также эти обновления, сторонние и обновления Windows, не только Касперского, они тоже будут закачивать через агента обновлений. Да. Обновление Windows, то есть обновление заказа? Все. 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 Это огромнейший список и огромнейший, мощнейший функционал, который Касперский сделал в последних версиях. Он может в сус-сервер полностью заменить, в секьюрити-центр теперь. Он все это может делать. И даже в Windows это не так важно. Важно, что он умеет закрывать уязвимости в стороннем программном обеспечении, не только в Microsoft. А это не умеет даже систем-центр. Вести базу данных этих уязвимостей и закрывать. Там вручную все нужно подсохнуть. Получается, что он много-много-много-много-много-много-много-много-много-много-много-много-много. Они договорились в том, что он сказал. Договорились. Там есть отдельные задачи, отдельные части, связанные с синхронизацией с Windows Update. Все там есть. Так вот, Максим задает вопрос. Максим, вы уточните, через какую технологию, через RDP, наверное, вы имеете в виду, подключаться. То есть, как подключаться к удаленному рабочему столу из сервера? Нет, просто, наверное, тут имеется в виду следующее. Что вот есть компьютеры, и вот есть компьютер клиентский, правой кнопкой, все задачи. Подключиться к компьютеру, новую сессию RDP. Он говорит, ну, у меня лицензия не стоит для этого. Наждая лицензия на систему администрирования, систем менеджмент, вот так она называется. Здесь в ключах, здесь должен стоять ключик. Я просто его нет. Разные очень механизмы, да, это имели в виду. Что нужно? На самом деле, когда вы подключаетесь к удаленному рабочему столу, клиенту, вот через консоль, вот эту, которую мы сейчас видели, происходит очень непростая и в том числе интересная вещь. Давайте остановимся. Раз мы говорим про расширенное администрирование, вот на такой сложной вещи, остановимся. Если я беру компьютер, вот через немножко другой инструмент, сойду на лэптоп и на этом компьютере разрешу подключение к RDP. То есть, по умолчанию оно отключено. Настройка удаленного доступа. Видите, не разрешать подключение. Разрешать подключение к RDP. Теперь иду опять на Security Center. Беру. Видите, просит логин, пароль. Но. Ну, нет, сейчас напишу пароль, все. То есть, в принципе... Почему? А, ну, конечно, вы должны на клиенте разрешить. Да, все, подключился. При этом, если вы обратили внимание, то при подключении, все, видите, удаленный рабочий стол работает. При вас настроен. А можно групповой политикой включить еще раз. Механизмов много. Ну, вот специально сейчас вам покажу. Успеем. Смотрите, к какому IP-адресу он подключается. Я подключаюсь к компьютеру, лэптоп, у которого адрес там 10.28.0.100. А он подключается вот к такому IP-адресу. Когда ко мне на курс приходят, я вот всегда на домашнее изучение этот вопрос задаю, а потом на следующий день никто не знает, мы обсуждаем, что это за зверь такой. Интуитивно, да? Но никто никогда не может объяснить. Я, например, просто генерирую, кто это, типа... Ты немножко там занимался хакингом. Это строится обратный shell. Бэкдур. Строится бэкдур. Еще, например, беру это и учитывая, это форум, может, какой-то другой такой. Он строится под случайный клиент. Это яркое... Кому интересно про хакинг, это бэкдур напрямую. То есть строится обратный шаг. Потому что вот это подключение, оно не требует никаких открытых портов на сторону клиента вообще. Вот в чем ее волшебство. Вы не должны в фаерволе клиенту ничего открывать. Потому что клиент приходит к серверу, клиент, по управляющему сигналу через форсированную синхронизацию. И когда он приходит, там туннелируется этот трафик, RDP через 127.0.0.1, туда, на клиента, через эту TCP-сессию на 13000-й порт. Это вообще не требует никаких открытых портов. Это очень интересная вещь. У других этого нету. Видите, я никаких фаерволов не открывал, ничего не делал, вот все работает. То есть не нужен вот этот 3389, туда, а тут клиентский компьютер. Что это? РДП использует по умолчанию Microsoft 3389. Это будет всегда работать. Единственная проблема, что у вас должна быть доступна форсированная синхронизация. Если форсированная синхронизация недоступна, то это будет в рамках планов. Но вам нужно тогда отдельно здесь туннель строить. Внешние инструменты, даже все задачи. Вот, туннелирование соединения и вот отдельно создавать туннель. То есть, вот это окошко по таймауту не отваливается. Оно ждет плановой синхронизации, строить туннель, и уже через этот туннель вы можете попадать на этот порт. Опять же, может быть, туннель на любой другой порт. Пожалуйста, если какой-то другой сервис хотите использовать. Без проблем. Это вообще хакерская, можно сказать, вещь. У Касперсова, кстати, есть несколько инструментов, в том числе, вот я про интернет-каксис-контрол когда рассказывал, они тоже используют арк-спуффинг, атаку для защиты. То есть, такая вещь тоже есть. Я вам немножко... прояснил. Да, на localhost бежит и такую схему делает. То есть, ну, давайте еще раз, да, академический подход для тех, кто не очень разбирается в сети, что происходит. Как только я нажал со стороны сервера администрирования удаленно подключаться к клиентскому компьютеру, здесь в базе лэптоп, то первое, что он сделал, он здесь у себя создал эту конфигурацию и послал сигнал на компьютер-лэптоп на UDP 15000, сказав, что уважаемый лэптоп, вот срочно приходи у меня для тебя новости. А после этого вторым этапом лэптоп, получив этот сигнал форсированной синхронизации, ставит свою обычную TCP-сессию на 13000, SSL-ную, он еще через SSL это все гонит, шифрует, и в рамках этой сессии третьим этапом он передает как раз нужный код клиенту, который говорит, ну-ка, давай-ка туннелировать с тобой наше нужное соединение на 3389. И у себя открывает вот этот Shell на 127.0.1 вот на этот случайный порт, он это в конфигурации передает. И после того, как он получает эту конфигурацию от сервера, он у себя ее принимает и готов в рамках вот этой, через эту установленную сессию принимать соответствующие соединения. И тогда мы на 127.0.1 приходим. К себе же, но через туннель попадаем туда. Вот такая вот логика работы этого механизма. Так, ну и давайте про агентов обновлений. В целом, понятно, что он делает в базовой конфигурации. Он так же, как и сервер, принимает соединения от те же порты от их агентов для того, чтобы они прибежали, забрали нужные данные. То есть, обновления и инсталляционные пакеты. Очень серьезно, как раз самый важный тип трафика вам минимизирует. Его нужно прокачать один раз на этого агента и он уже будет использоваться как посредник для этих клиентов. Что здесь не хватает в этой схеме? В этой схеме не хватает следующего. То, что все остальные взаимодействия, то есть, это передача событий, плановая синхронизация, это передача политик со стороны сервера на эти клиентские компьютеры, она идет так же, как и раньше, напрямую на серверах секретов. С этим тоже нужно как-то бороться. и для борьбы вот с этим есть тоже два дополнительных механизма. Первое, с чем нужно бороться, это чтобы со стороны сервера трафик передавался через этого посредника. Это какой трафик? Это задачи политики, потому что по умолчанию он через него не идет. и также очень важно в определенных сетях использовать мультикастр ссылку, чтобы в том же филиале, если там 10 тысяч компьютеров, я каждому это обновление, которое Microsoft выпустил, или не дай бог это обновление не Microsoft, Microsoft, они кумулятивные обычно, они небольшие, а если это обновление Firefox, это всегда новая версия, которая там весит 50 мегабайт. они их часто выпускают, без вимности надо закрывать, надо ставить. Оно тоже может в филиале, даже если там есть посредник, он тоже будет долго его установить. Еще бы мультикастр ссылочку. Тоже придумали мультикастр ссылку, она есть, всегда была в агенте обновлений отдельной галочкой. Агент обновлений с функцией мультикастр ссылок. Если таковая включена, то он начинает распространять не только институционные пакеты обновлений, а еще и задачи и политики, которые на севере мы задаем. Здесь вот это очень важно появляется. Используется HTTP и специальная сеть класса D для мультикастр ссылки. Ну и давайте покажу, как это настроить и что изменилось для тех, кто до этого настраивал. Раньше управление агентами обновлений было через группы администрирования. Давайте что сделаем. У нас есть сервер и четыре компьютера. секьюрити центра администрирования, пусть он будет в главном офисе. И есть три компьютера, два клиентских, один сервер какой-то DC. Давайте сделаем эмуляцию того, что мы в филиале, создадим группу, скажем, что как будто бы это Санкт-Петербург, СПБ назовем, и даже создадим правила автоматического переноса, чтобы в эту группу попали какие-то компьютеры, клиентские, пусть там будут клиентские компьютеры. вопрос сети зайти, свойства, правила автоматического перемещения, скажем, что переместить компьютеры в Санкт-Петербург, скажем, перенеси вот в эту группу компьютеры, у которых установлена такая операционная система, Windows 7. здесь много параметров, которые можно указать, в AD входят какие-то организационные единицы, какие там программы стоят, вот такую простенькую указали. Можем нажать форсировать, что видим, сюда видите, приехали компьютеры, автоматически перенеслись по определенным критериям. Вот у нас есть филиал в Санкт-Петербурге, и есть группа компьютеров, представим, что их там больше, и я не хочу, чтобы обновления, политики, какие-то настройки индивидуально с главного офиса Security Center туда передавались, хочу назначить там посредник, пусть посредник будет этот десктоп. Вот раньше все это делалось свойство группы, здесь была вкладочка агенты обновлений, и здесь вы назначали для этой группы агента обновлений. Сейчас все радикально поменялось, теперь появились новые механизмы назначения, и за все отвечает теперь сервер администрирования, настройки сюда переехали. Идем в свойства сервера, и вот здесь агенты обновлений. Есть галочка автоматически назначать агентов обновлений, там достаточно большое количество критериев, если в группе большое количество компьютеров, им автоматически будет назначен агент обновления, помогать им работать. Большое это больше 100. Можно ручками. И видите, появились очень удобные, раньше были проблемы с этим, глобальные критерии назначения тех компьютеров, которые будут выполнять роль, и для кого они будут выполнять эту роль. Раньше было как, что он должен быть членом этой группы, было много ограничений, теперь их нет. Выбираем, какой компьютер будет агентом обновлений для этой группы, этот десктоп, и выбираем, для кого он будет таковым. Для Санкт-Петербурга. Опять же, он может быть таковым для нескольких групп администрирования, как бывает, что у вас есть Санкт-Петербург, а там есть бухгалтерия, серверная, менеджеры, тоже им тоже нужно. Так делаем. И появились очень интересные выбор, не по группам, а через Network Location систем. Здесь можно NLA подсеть задавать. В зависимости от сетевых параметров клиента, и даже профили подключения. Он будет использовать соответствующего агента обновления. То есть, если это какой-то мигрирующий пользователь, он поехал в филиал, ему нужен другой какой-то агент. Не тот, который ему задали свойства группы, а он уехал в филиал другой. Он уже совершенно в другом месте. Ему нужен который поближе. Раньше не было таких сценариев, сейчас есть. Да, это очень хорошо сделано. И то, что глобально это все сделали, можно задавать даже резервных агентов обновлений. Танч тоже можно было, просто они не афишировали. Отдельные НЛА подсети в свойствах политики агентов администрирования задаются и уже их используют. Мы назначили компьютер десктоп агентом обновлений для Санкт-Петербурга. Теперь все, что будет передаваться в Санкт-Петербург для всех вот этих компьютеров будет проходить через него. Клиенты будут с него это все скачивать. Как у нас на слайде нарисован. Как это проверяется? Можно зайти в свойства компьютера десктоп посмотреть агента обновлений. Обратите внимание, он сам себе не является агентом обновлений. Но если взять другой компьютер из этой группы я взял другой лэптоп компьютер он говорит о у меня есть агент обновлений он десктоп. Можно зайти в его свойства и вот его конфигурация. в том числе по умолчанию активируется многоадресная рассылка. Вот она мультикаст. Чтобы он передавал и через мультикаст рассылку институционные пакеты и политики и задачи. Его область действия указана на кого действует. Откуда смотрите агент обновлений берет сами обновления. Тоже очень важная часть смотрите как к нему попадают вот эти дистрибутивы. Они могут попадать с сервера но опять же через какой-то вот этот канал связи наш а может брать их сайта лаборатории Касперскую напрямую. Тоже возможно так сделать. также есть возможность опроса сети. Знаем чтобы в базе данных сервера вот здесь появился наш объект компьютера он должен опросить сеть. Либо это на BIOS метод опроса либо Active Directory либо опрос под сетей. Через вот эти фаерволы корпоративные нормальный инженер вам не разрешит такой тип трафика. только если контроллер домен у вас все равно рядом будет поэтому он всегда будет работать. Но опрос сетей через домены Windows и Ping через IP под сеть обычно запрещен этим фаерволом. Поэтому обнаружить новые компьютеры вот здесь невозможно. Но объект обновления решает в том числе и эту задачу. он сам может инициировать вот здесь поскольку он в этой сети этот опрос записать информацию и потом передать на сервер. От себя. Вам не нужно фаерволе ковырять эти ненужные правила. Это тоже важный аспект безопасности в том числе. Все эти настройки задаются на этом параметре. и здесь есть статистика вот статистика работы этого агента обновления когда он обновился сколько информации он передал с помощью многоградостной рассылки уже что-то передал пока мы тут разговаривали какой объем его папочки временной сколько вот он в этой папочке здесь обновление 38 мегабайт он уже тогда сполош пока заговаривали ну и доля то что он распространил тоже будет статистика со временем в вас накапливаться на нее можно смотреть это со стороны сервера теперь со стороны клиента как это проверяется есть чудная утилита на десктопе посмотрим называется кайнакчик делаю вам побольше чтобы виднее было когда ставится агент администрирования там есть в дистрибутиве соответственно утилиты по тестированию есть графическая которая показывает конфигурацию агента кто у него сервер когда он последний раз синхронизировался здесь же можно запустить эту утилиту она в отдельном окне неудобно запускается я ее в этом окошке запущу она показывает полную информацию по конфигурации вашего агента администрирования кто сервер его адрес какие порты используют как часто синхронизируется есть ли форсированная синхронизация все это он вам показывает информация как часто все написано тут же видите появилась запись что я являюсь агентом обновлений если бы я его не назначил этой записи бы не было показывает местонахождение агентов обновлений тоже показывает что он в компьютере есть и показывает вам процесс синхронизации что он удачно связался с сервером вот эта информация описана если взять компьютер лэптоп он напишет другую информацию что он должен использовать агентов обновлений но он таковым не является здесь это и записано всегда можно проверить получил ли конфигурацию через эту утилиту ваш компьютер и ту ли которая нужна через этот механизм и многоагрузную рассылку посмотреть также есть еще один минус который нужно решить в такой конфигурации это процесс плановой синхронизации со стороны клиентов потому что агент обновлений он только лишь помогает для того чтобы снизить нагрузку в контексте передачи данных от сервера клиента но клиенты они все равно даже если многоадресная рассылка на сервер бегут сами и сами ставят сессию на сервер TCP 13000 всегда идет напрямую все вот эти тысячи компьютеров через этот канал связи и требуется соответственно правила фаерволи в корпоративном чтобы разрешить со всех этих адресов здесь этот порт соединения не всегда это возможно в некоторых организациях поэтому для решения этой задачи придумали шлюз соединения шлюз соединения что делает когда он таковым назначается для указанных узлов то все теперь соединения все без исключения плановой синхронизации стороны клиентов идут через этот шлюз то есть вот это соединение идет на него шлюз соединения никогда не разрывает сессию с security центром ну из-за исключения перезагрузок отключения каких-то поэтому он всегда на связи сессия устанавливается с этим шлюзом он уже и дальше передает на сервер никаких напрямую передач посылок на сервер нету все идет через этот шлюз все события синхронизация все идет только лишь через них это и безопаснее и открывает вам дополнительный сценарий управления вашей системой когда компьютеры вообще находятся в интернете как тогда тогда в ДНЗ раньше ставили security центр вообще страшно небезопасно и открывали соединение хакер заходи теперь можно в ДНЗ ставить шлюз соединения без проблем даже есть отдельные настройки когда вы ставите в ДНЗ специальные галочки для этого есть и отдельные имена для этого шлюза соединения чтобы они были возможно разрешать через и допустим и уже через него соединение в главном офисе вашего сервера даже если взломают шлюз соединения в ДНЗ если его поставить пустышек он просто поставить ничего не будет пустоген это тоже колоссальная вещь очень удобная и там же настраивается зайти на сервер в свойствах указываем его в качестве шлюза адрес шлюза для удаленных соединений можно так сделать можно сделать когда в ДНЗ вот галочка инициирует соединение то есть что за демилитаризованная зона все понимают то есть идея правильной демилитаризованной зоны вот если здесь стоит шлюз гейт в том что она незащищенная демилитаризованная невоенизированная если перевести то есть суда из интернета из небезопасной сети могут проходить соединения они не проверяются им можно их не фильтруют фаервол и зачем такое нужно для того чтобы наши клиенты из этих незащищенных сетей могли подключаться и как тогда он нас защищает а защищает следующим образом даже если вдруг каким-то образом злоумышленнику удалось взломать этот сервис который этот порт принимает то дальше дмз он не пройдет потому что вот этот второй фаервол который защищает внутреннюю сеточку от демилитаризованной зоны он запрещает должен запрещать правильно настроенный любые сессии демилитаризованной зоны во внутреннюю сеточку как тогда обменивается информацией идет обмен в обратную сторону сессии устанавливается со стороны внутренней локальной сети вот отсюда к этому гейту она отсюда идет не сервер сюда гейт внутрь сеть фаервол не пустит а изнутренней сети то есть хакер напрямую сам сессию никакой трафик внутренней перегас но если вдруг не дай бог получит доступ там же видите настраивается когда вы его таковым назначаете но серьезно меняется конфигурация клиенты все будут использовать этот шлюз если взять давайте на луктоп зайдем покажу 5 минут есть также вот каэль накчет набрать он видит агентов обновлений что видите есть агент обновлений вот он здесь находится и надо немножко подождать он еще не успел синхронизироваться здесь появится что также у меня есть шлюз соединения чуть-чуть подождать надо пока это все синхронизируется он будет говорить не только агент а еще и шлюз то есть весь трафик будет через него идти по-другому никак он будет только через него работать подразумевается что другого пути нет в принципе что другое все всегда будет такие вот мощнейшие механизмы настроек агентов обновлений там еще много есть дополнительные конфигурации куда это все складывать обновления сколько выделять ресурсов под эти места но они уже такие побочные сами можете эти галочки спокойненько найти посмотреть на них главное чтобы вы понимали архитектуру в какую сторону бегает трафик что делает и какие задачи решает глобально можно действительно решить практически любые задачи в любой распределенной сети дальше следующим этапом будет соответственно использование уже непосредственно серверов администрирования каких-то подчиненных филиалах и управления это выходит уже за рамки нашего с вами семинара и напоследок что хотел сказать хорошая новость для всех для вас что наконец-то по истечении большого количества лет Касперский сделал интеграцию с системой кластеризации в гундовского кластерина в предыдущей версии сейчас вышел сервис пак полтора месяца одной уже в предыдущей версии в MR1 если я не ошибаюсь они выпустили патч в рамках которого есть интеграция с кластеризацией смотрите у нас сервер он обслуживает тысячи компьютеров и главное управляет важнейшим механизмом защиты и нет никакой отказа с точки вот он один SQL все как хотите так и живите наконец-то сделали кластеризацию сделали полностью интеграцию и можно в кластер установить секретный центр они поэтому несложно настраиваться совершенно если он увидит инсталлятор что у вас в роли в кластер настроено он просто будет показывать спрашивать хотите в кластер установлю хочу единственное обязательное требование нужно быть SQL не экспресс естественно на полноценную если будет переключение на другую ноту кластера то есть идея какая что у нас два физических сервера или три или четыре где стоит секьюрити центр если в один попала молния то вот эту функцию секьюрити центра подхватывает другой живой куда молнии не попало если молния в дата центр попало то все плохо а тут рядом будет стоять или уборщица попала молнии со шваброй такое тоже бывает а провод выдернуло из сети а другое будет также продолжать беспростое выполнять свои действия все будет хорошо идея вот такая ну итог да что мы с вами посмотрели посмотрели на интерпрайз сегмент описали проблемы в распределенной сети их много их нужно решать сейчас как бы не хотелось но если чуть подальше от Москвы отъехать то каналы связи дорогие и не везде доступны в принципе если есть филиалы да они какие-то такие не всегда надежные они всегда производительные либо мы можем сделать надежный производитель но он очень дорогой в том месте и чтобы какие вот Каспирский а как мы поняли он может огромное количество трафика иницировать и обновления они нужны для безопасности к сожалению с этим нужно будем бороться средствами просто мы должны знать где они настраиваются и что они теперь мы знаем очень важно они у нас есть все все можно решить практически все сценарии вот такая информация теперь спасибо вам за внимание спасибо спасибо Продолжение следует...